С начала года в пожарах в республике погибли 59 человек. Такие пугающие цифры обнародовали сегодня в региональном госкомитете по чрезвычайным ситуациям. На территории республики произошло почти тысяча пожаров. Как говорят спасатели, зачастую причиной возгорания становятся люди. Халатность или беспечность могут привести к трагедии. Удалось избежать жертв в крупном пожаре, который вспыхнул в ночь в Баксарске 14 июля. Репортеры республики первые оказались на месте. Горело пятиэтажное общежитие. Людей эвакуировали. Справиться с огнем не могли несколько пожарных расчетов до полуночи. И спустя несколько дней на ленте информагентств снова молния, снова пожар и снова в общежитии. Тогда жертв избежать не удалось. Екатерина Шиверова со свойственной ей журналистской отвагой отправилась в рейд по общежитию в Ночь в Баксарске вместе с пожарными. Чтобы проверить, кто выучил уроки соседей, а кто так и надеется на авось и рискует в список жизненных неудач вписать строчку «Погорелец». Наша задача с вами обойти подъезды из жилого дома. Особое внимание обращаем на пути эвакуации. Инструктаж населения в последствии требования пожарной безопасности. При выявлении нарушений требования пожарной безопасности привлекать к ответственности. Вставляем протоколы. С начала года на территории Новочебоксарска произошло свыше 50 пожаров, трое погибших. Старые дома головная боль не только коммунальщиков, но и пожарных. Вспыхивают, как спички. Тушить обычно уже нечего, сгорают дотла. В этом доме, вероятно, живут слишком отважные граждане. Провода, как гирлянды, развешаны по подъезду. Погаленные провода – это тоже врушение требований пожарной безопасности. По итогам рейдов направляем информацию управляющей компанией для принятия метод по устранению данных нарушений. Самая главная проблема уже с 60-х годов дома – алюминиевые провода в каждой комнате. Капитальный ремонт, видите, привели по местам общепользования, а в комнатах остались провода алюминиевые. Я боюсь буквально и накаркать, что в дальнейшем нечмечены пожары, потому что мы дали людям предписание, чтобы они все заменили провода в своих комнатах. Предписание многие игнорируют. Игнорируют до тех пор, пока из искры не возгорится пламя. Наиболее частая причина возникновения пожаров – старая электропроводка. Например, по этой причине в этой квартире погиб человек. Пожар начался. Смотрите, алюминиевые провода, сечение провода, смотрите, совершенно не соответствует требованиям. И дым поднялся по институционной, и соседи там горели. А здесь лежало. На каждом этаже пожароопасная лапша или паутина из проводов – вечная проблема. А кто это так кидает? Провайдеры? Прецизионную работу ведете с ними? Письма вам предоставлялись. Каждый год по 3-4 дня. Однако на связь с управляющими компаниями они не выходят и никак не отвечают на их запросы, не говоря уже о соблюдении пожарной безопасности. Необходимо следить и за состоянием эвакуационных путей, не загромождать различными предметами в общих коридорах, а также на лестничных площадках. Это все вне закона. Собственники будут привлекаться к административной ответственности. Просьба к управляющей компании сортировать чьи-то ящики в наш орган направить информацию для привлечения к ответственности. И пока люди не задумаются о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности, сотрудники МЧС будут продолжать рисковать своими жизнями, спасая беспечные чужие. Екатерина Шиверова, Павел Ракитин, Республика, город Новочебоксарск.